Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала на шестерых. Отборочная игра ФФА чемпионата в моей группе. Тут я играю за Австрию и если вы не смотрели первую серию, то рекомендую начать именно с неё. Ссылка на эту серию появляется сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Я не вижу как, по-твоему, тут индус? Сейчас может нас тут всех обогнать технологически. Итак, остальные игроки. Мне надо несколько ходов подготовиться. Ты можешь только золото не сливать никуда, индус? И такая же просьба к ассирийцу, больше никуда золото не тратить. Ассирийец, турок, вы будете объявлять войну? Ну, турку нужны роскоши. Вы можете ему какие-нибудь дать ресурсы роскоши? Я ему уже дал. А сирийц, ты будешь объявлять войну? Можно от тебя очень далеко. Я буду-буду. Когда? После вас. Я объявил уже. А ты объявил? Я объявил. Немножко смотреть. Сейчас. Ты можешь дать турку люкс какой-нибудь? А не, почему у турка-то плюс 4 счастья? Ну, потому что он еще не в войне с американцем. Турок, ты ведь как-то можешь с нами общаться, там, сказать, сколько ты потеряешь счастья при этом? Сейчас, по идее, турку надо дать еще один люкс. Ну, вот. Американец мне объявил войну сам. Правильно, чуждо ты? То есть, американец воюет со всеми, да? Ну, да. Продолжение следует... А где тут был линкор америк... А, вот он. О, генерал. Можно за низибар купить. Продолжение следует... 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 ты можешь какой-то город ой город какие здания построить на счастье чё там кто у меня спрашивал я тут воевал прослушал урок у меня и остался снова часть а стоп сушил да турок я могу тебе дать счастье предложи еще раз так стоп так те уже дали ну все иначе пока мне нужно и и а и и и и Не, мне деньги сейчас нужны В смысле? Мне ядерные ракеты покупать надо А ты вышел у них? Ребят, зачем вы тратите деньги? Ты вышел у ядерные ракеты? Нет, я просто так у тебя У меня еще до ядерных ракет 2 технологии и 20 ходов Зачем тебе деньги? Я не понимаю, как вы планируете побеждать американца? У меня уже все плохо У кого? У американца После того, как ты мой город захватил, у тебя стало все плохо, да? Да, Веллингтон, наоборот, только мешает Боже, Индус, у тебя еще фрегаты До сих пор Ну да, это печально, я знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, где там Ченый, три хода Слушай, Индус, ты еще дипломатов ко всем посадил, но Вы не понимаете, что эта война выгодна как раз только Индусу хорошему Ну он не может туризмом выиграть Но то, что он так вот делает, гадит Нет, он не садил Ну зачем ты дипломатов посадил, чтобы еще больше получать туризма? Потому что я ле-ле-ле надежды Не, ну туризмом ты не можешь победить Просто, ну, ты, как минимум, вот, кто-то меньше всех Атаманы, да? Еще и 40% нету Тут осталось игры-то ходов на 30 максимум Ну я знаю Почему это тебя так беспокоит? Ну потому что у меня минус по счастью из-за этого Почему меня это беспокоит? У меня минус, у меня 14 несчастья из-за твоих вот этих туристических фиговин Ну это футуризм, да Ну неправда, у тебя еще, блин, у тебя еще 42 туризма и так есть Ты посадил дипломат, и дипломат дает плюс 25% от 42 То есть сам по себе дипломат, еще плюс 11 туризма каждый ход У твоего дипломат А ты фрегаты чисто на убой видишь уже, да? Ну да. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS, справочника и карты городов. Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год, так что не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Продолжение следует... Нет, Дэн, не убивай моего парашютиста. Слушай, турок, ты не хочешь попробовать с Бостон-то взять? Ну, по тому плану авианосец там и шпион. Ну... Линкоры бы тут и не помогли, а вот самолеты у тебя есть, ты, пожалуйста, не это... Так линкоры тут и не помогли, я еще раз говорю. А самолеты у тебя есть? Турок, ты примей, либо откажи. Чего? Я говорю, турку либо принять, либо отказать соглашение. Эээ, там чё тебе, американец уже мир предлагает? Турок, открой демографию, посмотри, подумай. Я вон уже Бостон начал обстреливать. Турок, открой демографию. спал всегда 1680 отходил лучше 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 держи там в эти фрегаты и у него там как его подводная лодка и он самолетами стреляет ладно в общем индус пришло время откуда хочешь бросить этот не понимаю на вашингтон где достает до дешевле 1680 интус я тебя что-то не очень понимаю идти это не надо что-лили жарить у меня есть уран во первых во вторых и только одна стоит 1680 чтобы захватить город надо 2 почему я должен это вообще проговаривать столько раз нет ну просто надо намного затормозить и что мы серьезно вы не племен у меня уже затормозили захваток ты сейчас бросишь на него ягерку на столе у него все подохнет и все у него не подохнет там все что ты город захватить надо подохнет у него все он уже построил бомбоубежище там давай ты один будешь дальше играть мне что-то напряжно вот честно говоря с тобой договариваться о чем ты понимаешь пускай американец убеждает выгодно где ему выгодно если он не дает деньги на ядерную ракету прикинь так понятное дело я бы тоже не давал на его месте ему это выгодно я не даю на две ядерки я даю на одну ядерку а мне нужно две ядерки скинуть чтобы захватить чтобы что чтобы потом американец мне рассказывал как я на него скинул ядерку поэтому он меня выносит мне это нафиг не надо смотрите у турка есть деньги у турка минус минус по вход по деньгам а сириец куда-то потратил свои деньги потому что а сириец воюет слушай ты такой интересный ты хочешь один остаться с деньгами чтобы выключили соперника ты давай как-то тоже впрягайся он хочет выиграть он просто хочет выиграть понимаешь я хочу чтобы ты бросил для начала всего одну ядерку нет я либо сбрасываю две ядерки и захватываю вашингтон либо я просто заканчиваю эту войну и заключаю мир объясни мне нахера мне скидывать на американца одну ядерку она ему не сделает ничего а с вашингтоном он будет очень так нехило нет просто если ты захватишь вашингтон то ты будешь уже лидерами да и после ты можешь прийти захватить мой линдс и грац я тебе могу сказать что вашингтон американец потом отобьет у него достаточно самолетов и армии но это реально будет затормозит его потому что там все национальные чудеса там самое основное производство и так далее и так далее я не знаю чем мы спорим я в общем либо этим ходом сейчас с американцем мир заключу либо ты мне все таки дашь деньги я кину я блин но это как это просто смешно откровенно говоря нет две ядерки ты не будь одну ядерку кидаю него либо давайте дружить американцам и напишем гг ты какой-то странный ты реально странный ну конечно ты ты развязал эту войну для того чтобы скинуть одну ядерку он просто понимает что если вашингтон перейдет в твои руки со всеми чудесами со всеми делами то лидером то придется останавливать тебя так захватить мои города намного проще чем американца еще еще знаешь мы еще посмотрим кто станет лидером после того как я захвачу город кто будет в демографии первый по производству кто будет в демографии первые по золоту идеи и так далее я думаю ты будешь первым а я думаю нет я даже в этом уверен ну или турок будет на первом месте да блин чтобы индусы еще раз пошел тебя на поводу давайте объявим все войну давайте но я уже объявил чего вы не объявляете отлично почему все воюют ну и нафига это всем вот мне нафига я потратил сейчас столько ресурсов на армию столько ресурсов ну как бы мне американец захватил город то есть я больше всех пострадал в этом и ты еще мне что-то рассказываешь про то что я сейчас тут вырвусь вперед нет я согласен с лёшей то что индус какой-то слишком маленький вклад из того что он сколько разгонялся и в итоге хочет чтобы лёша тесно да или ассирийц больше впрягались я думаю что раз уж развязал право рождение ассирийц тратит деньги на войну тоже он воюет ты даже не пробрал фрегаты свои а индус ты не даешь деньги а зачем ему тебе давать если он не хочет чтобы пробежишь если он тебе за я понял я понял просто поменяется лидер а если ты скинешь одну ядерку замедлится не надо этой хрени раскроете уже кинул предложение мире тут все понятно индус чуть не очень я смотрю понимает не очень не очень понимает эту игру вот и все давай сам покупая идеи кидай на него ядерки самый умный хочет за счет других побеждать здесь захват столицы это самое лучшее замедление американца после этого он бы эту игру уже не выиграл а а а а надо было сойтись на каком другом городе большом не столице каким бы образом выиграл я ну ты можешь объяснить если я отстаю по всем производственным экономическим параметрам захвата одного вашингтона после этого американец его еще отбивает обратно после этого на меня может напасть турок на меня можешь напасть ты причем я нахожусь на много худших стратегических условиях чем американец но твоя вот эта упертость одну ядерную ракету скинуть ты вообще понимаешь только урона наносит ракета ты играл вообще в циви ты играл до ядерных ракет вообще в принципе я это и вижу потому что с бомбоубежищем в вашингтоне после скидывания одной ядерной ракеты осталось бы 32 жителя в отличие 38 нынешних у американца свобода принята то есть у него все жители сидят в специалистах и вообще насрать что у него будут загрязнены все клетки вот этого нифига не понимаешь тебе надо одну ядерку кинуть причем моими руками чем ты еще заставил войти в войну я все понял что ты хотел сказать но ты рассказываешь о том что захватив вашингтон я победил блин да захвати ты его но ты же ничего не сделал ты деньги не дал ты заставил нас вступить войну ну окей я тебе например только рад буду если американец победит а и у у у у у у у у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 занять не первое, а третье, второе. Именно так. Да. То есть, американец, мы можем заключить мир и там оборонку. Если хочешь. Ну, давай. Раз так. Кидай оборонку. Слушайте, а может тогда и распишем места тогда, чтобы не тянуть время, потому что, ну... Нет, ну, как бы... Смысл. Ты, вот, Индус, понимаешь, у тебя странные вот были представления, но я тебе еще раз повторю, ну, захват одного города, одной столицы с двумя ядерными ракетами, ну, блин, ну, это настолько не приближает к выигрышу игры, ну... Я понимаю, если бы я тут был... Если бы я был хотя бы с большим количеством городов, но у меня даже меньше всех городов в игре. В этой. Нет, смотри, просто вот как я вижу эту ситуацию, смотри. Ты захватываешь его столицу со статус свободы, ты получаешь дохрени еще пробки, дохрена чудес. Вместо американца ты становишься лидером. В чем? Тогда нам приходят... В чем я становлюсь лидером? Американец был впереди по производству, потому что у него специалисты. У меня порядок. Мне нельзя садить специалистов вообще, ну... То есть у меня есть специалистов научных? Все равно... Статуя свободы все равно продолжает действовать, понимаешь? Что значит продолжать? Она же не дает столько производства, сколько дает человеку со свободой. Я понимаю, если бы захватил эту статую свободы ассириец. Вот это было бы круто ему. Дальше. Захват города, именно захват города уменьшает в два раза количество жителей. То есть ядерные ракеты ему с бомбоубежищем, что слону дробина. А вот захват города, это реально снижение количества жителей, снижение количества зданий в этом городе. Все национальные чудеса у него бы похерились. Он бы отбил обратно, отбил бы этот город. Но вот это уже действительно затормозило бы его развитие. Я с тобой не согласен просто здесь. У меня на этот счет немного другое мнение. Я уже молчу о том еще раз повторю. Даже если предположить, что я типа становлюсь лидером, по твоему мнению, то на меня-то напасть намного проще. Турку с одной стороны, тебе с другой стороны. А американец сидит там как в берлоге у себя. Так это, давайте, может, действительно места распишем. Чего время тянуть? Я не вижу, как я могу американца по науке догнать, соответственно, улететь в космос. Ну, я тоже не вижу, как бы. Ну, я сейчас могу прекрасно забрать. Слушай, а чего ты тогда... Ладно, хорошо, ты забирай... Ну, смотри, сейчас идет игра на места. Подожди, я не понял, индус. А что тебе, собственно, тебе мешало на американца скинуть ядерные ракеты? Объясни мне. У меня не было подлодки. Ну, выйдешь в подлодку и скинешь. Так у меня уже везде подлодки. Вот про это я и говорю. То, что мне будет уже поздно на него кидать. Получается, игра сейчас идет тупо на места. Слушай, ну, я не знаю, конечно, как ты играл до этого, но я тебе просто на будущее говорю. Когда ты говоришь, кого-то затормозить, это подразумевает захват каких-то городов в любом случае. Если ты будешь людей в будущем подговаривать, воевать чисто ради... Да блин, люди побеж... Ты ФФА-сериалы у меня смотрел, люди побеждали в Циве, потеряв столицы даже, понимаешь? Люди побеждают в Циве, потеряв столицы. Потеряв столицы, они побеждают. А ты рассказываешь о том, что, блин, станет другой лидер. Я предлагал не убрать его из игры, чтобы не ты ему захватывал столь, а просто его затормозил. А ты захотел его полностью забрать. Я не могу его полностью забрать, я могу забрать только его столи, мне только хватает на это ресурсов и все. Ну смотри, Монстр, ты согласен, что если бы он забрал столи, ты бы ливнул? Нет. Или ты бы продолжал у него дальше упорваться? Нет, ну ты... Ну ты, Джек, ну ты... Слушай, ну тут просто... Просто даже вне игры, ты просто не понимаешь игру, вот и все. Ты не знаешь, как выигрывать без столицы, ты не знаешь, как люди выигрывают, ты этого ничего не знаешь, вот и все. Если бы у меня отняли столицу, то нет, я бы однозначно продолжил играть, потому что у меня все-таки другие города есть, которые неплохие. Но то, что Леша стал бы, ну, реально сильным, это тоже отрицать нельзя. Ну, я бы еще тоже оставался в игре, ну, на самом деле нормально так. Конечно, я бы оставался. У тебя куча бомбардировщиков. Еще, кстати, не факт, что я бы взял Вашингтон, потому что у него 11 бомбардировщиков вокруг Вашингтона, считай, сидит. И он может спокойно обстреливать моих парашютистов, которые будут высаживаться для захвата Вашингтона. Да, пожалуй, я вообще не претендую на второе место. Кто? Ну, блин, ну это не дело. Играть на второе... Вам со вторым местом никуда не выйти. Ну, просто после того, как ты с ним замирился... Выходят в полуфинал те, кто победил хоть раз. Если у Вас нет ни одной победы, то Вы не пройдете дальше. Если у Вас есть победа, то Вы пройдете, неважно, как будет у Вас второе место, не будет. Ну, я знаю. Так а что мне... Что значит замириться? Ну, блин, я с ним один тут воюю по-хорошему. Он мне захватил город, он мне убивает юнита, он мой сосед. Я так и знал, что в итоге крайним окажусь я. Не, я скажу тебе больше, я хотел Вас изначально стравить между собой. Так я об этом и говорил с самого начала. Вот. Как бы я это и не отрицаю. В этом и заключался мой план. Который, притом, прошел достаточно успешно. Да? Где же он успешно прошел, если ты не победишь все равно? Я просто не ожидал, что ты с ним замиришься. Да, а с чего бы мне с ним не замириться, если ты ничего не даешь? Я все-таки надеялся до конца, что ты кинешь на него хотя бы одну ядерку. Одна ядерка, правда, раз мы думали в убежище, мне ничего не принесло бы. Ну так что, дальше делать будем. Давайте играть, все равно тут все совсем не наряжаются. Сейчас будем соревноваться, потом улетать в космос. Сейчас я по-у... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже турк по первой попробке. Пока мы тут говорим, что победил американец. Ирина, прими, пожалуйста, предложение. Я тебе напоминаю, что этих ученых сжигать нельзя. Слышал американец? Я думаю, что хабус проявит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а Сирия, ты один, остающийся, кто не заключил оборудование? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С кем? Турком. Турк собрался улетать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...